Китай обезвоживается пугающими темпами. Так можно обобщить результаты первой национальной переписи водоёмов, опубликованные на прошлой неделе Китайским Министерством водного хозяйства. Ежегодно страна теряет не менее тысячи рек, и такая тенденция наблюдается последние 20 лет. Причём половина исчезнувших рек были отнюдь немаленькими. Старший инженер Бюро геологии и минералов провинции Сычуань профессор Фань Сяо говорит, что всему виной человек. «Текущие разработки в Китае осуществляются нерационально. Это развитие идёт за счёт чрезмерного потребления природных ресурсов. Оно уничтожает природу и наносит серьёзный ущерб людям. Ответственность за это лежит на властях». Государственная газета Global Times также процитировала ряд экспертов, которые говорят, что пересыхание рек – это прямой результат опрометчивого, непродуманного промышленного развития. В статье отмечается, что свою негативную роль, вероятно, сыграли большие гидроэлектрические проекты, такие как ГЭС-3 ущелья. Напомним, именно эту плотину власти КНР считают одним из своих самых выдающихся инфраструктурных достижений. Итак, по данным Китайского министерства водного хозяйства, на сегодняшний день в стране имеется около 23 тысяч рек площадью более 160 квадратных километров. 20 лет назад таких было 50 тысяч. Почему же исчезли 27 тысяч рек? «Расширение городов, сооружения предприятий и промышленных парков приводит к тому, что реки превращаются в мусорные свалки. Кроме того, большинство проектов по резервированию воды ведётся путём перехвата или перенаправления речных потоков. Сооружения преграждают реке путь, то есть попросту её губят». ООН внесла Китай в список 13 стран с самым большим дефицитом воды. По официальным данным, 40% рек страны отравлены, причём больше половины из них настолько, что вода непригодна для употребления ни в каком виде. К ней опасно даже прикасаться руками. Как сообщает Global Times, исчезновение рек представляет угрозу не только окружающей среде, но и так называемой общественной стабильности. «Последние по меньшей мере 10 лет загрязнения окружающей среды является общественной проблемой. По этой причине происходит много протестов. Это происходит каждый день и становится всё более серьёзным вопросом». Ранее власти страны не очень охотно реагировали на предупреждения природозащитников. Теперь же, когда уровень общественного недовольства возрос до небывалых размеров и затмил даже проблему насильственного захвата земель, Компартия, похоже, готова уделить больше внимания этому вопросу. Новый премьер КНР Ли Кэтьян пообещал ввести более прозрачные законы в этой сфере.